Вообще, как остров. Тут просто волны бьют в дорогу. Через дорогу вода. За мои почти 30 лет работы на Алтае, такой зимы я не помню. Череда морозов и оттепели. Погода этой зимой была изменчива, как настроение женщины. В январе таяли катки, шли дожди, гремел гром, температура местами поднималась до плюс 10 градусов. Смотри, да ну на, он как будто на море, волны там. Смотри, он лег такой, вообще. В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды признали, что в этом году зима действительно аномальная. Это говорит о том, что у нас экстремальность изменений погодных условий действительно имеет место быть. Смотреть, что мы живем в эпоху изменения климата. Порядка 20-25 лет уже очень явно. Процессы, которые, в общем-то, являются планетарными. Настоящих суровых зим Александр Люцегер не помнит с 2012 года. Зато сегодняшние морозы, которые будут стоять до конца недели, вполне обычное явление для февраля. Ведь в Алтайском крае даже март еще считается зимним месяцем. Есть у синоптиков некоторые напряжения насчет паводковой ситуации. Снегозапасы в Горном Алтае достаточно серьезные. Еще и осенью почти весь Алтайский край ушел в зиму с переувлажнением почвы. А потом температурные качели и дожди. И те дожди, которые выпадали у нас на снег, они сделали очень неблагоприятным то, что снег превратился в ледяную корку. Практически повсеместно. И достаточно толстую. И даже не важно, какой объем снега будет сверху, но тем не менее, весь этот объем, все 100%, которые выше этого, они не пойдут в почву. Они начнут стекать по рельефу в пониженные места. Но решающим фактором станет температура. Чем дольше период снеготаяния, тем лучше, чтобы все успело растаять. Пока есть предварительный прогноз на март. И он достаточно щадящий. Поэтому прогнозу наиболее холодным будет вторая декада марта. Ночные температуры могут опускаться до минус 32 градусов. А уже после придет долгожданная весна и дневные оттепели до плюс 7 градусов. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.